Татьяна Александрова, Кузька и другие. Новые куклы. Игрушечных городов на свете гораздо больше, чем настоящих. Однажды в небольшом игрушечном городе Весельевский произошло большое событие. Прибыли сразу две одинаковые коробки с новыми игрушками. В одной коробке, конечно, попугай, радовался обезьянка, самая веселая жительница города, а в другой бегемот. Вот и нет, заявил Ванька Станька, самый умелый житель. В одной автобус, в другой троллейбус. Тебе все бы машины, да машины, смеялись матрешки, самые приветливые хозяйки во всем городе. В одной коробке, а вот самовар, а в другой пряники. Прошу прощения, уважаемые друзья, произнес пингвин, самый вежливый житель Весельевска. В коробках книги. В одной кроматика, в другой математика. С картинками пискнули пингвиньята Пинг и Кинг. Ах, а вдруг в одной коробке лиса, а в другой, как коршун, испугалась курица. Самая беспокойная мама и оглядела цыплят, но тут же обрадовалась. А вдруг в одной пшено, а в другой червяки. Вот радость. По-моему, там новые большие куклы, предположила Катя. Самая маленькая, но очень умная кукла. Вылезайте, зарычал медведь, самый крупный житель города. Будем играть. Подъемный кран, самый высокий, житель Весельевска, осторожно снял крышки. И перед восхищенными игрушками появились две куклы. Они были бы совсем одинаковыми, но у одной платьицы бантики и туфли были голубые, а у другой розовые. Все загляделись на красавиц. А те глядят друг на дружку и болтают. Ля-ля-ля, да ля-ля-ля. Может быть, поэтому их и звали Ля-ля голубая и Ля-ля розовая.